Да, здравствуйте. Меня зовут Артем Желтак. Я представляю компанию Rambler, конкретно проект Поток. Это поток, ориентированный на помощь малому и среднему бизнесу в продвижении в интернете. Я представляю, собственно, именно Гошную разработку. И изначально я рассказать вам хотел о переходе с C на Go. Это интересный кейс. Его сегодня уже несколько спикеров коснулись. Но, если честно, в рамках потока переход на Go был вызван прежде всего организационными причинами. Это были не технические причины. То есть у нас уже был готовый сервис на C, и нам было тяжело с ним работать. У нас не было своих специалистов, и нам приходилось одалживать специалистов у других команд Rambler. Специалисты могли быть заняты, специалисты могли быть не в контексте проекта. Нам хотелось, чтобы вся компетенция была внутри команды. Это важно. Нам хотелось улучшить ситуацию со специалистами, потому что было взято за предположение, что обучить человека Go, либо найти специалиста, который готов изучать Go, намного легче, чем привести C-шного специалиста к нам в команду. Мы хотели ускорить разработку. Опять же, когда все специалисты знакомы с проектом и погружены в суть его работы, они могут принимать более оптимальные решения, и это ускоряет разработку. И когда мы все это соберем, у нас получится то, что у нас будет собственная команда, которая будет готова развивать проект, делать это быстро, делать это стабильно. И мы этого добились. Это был бы очень короткий и интересный доклад, поэтому я вам расскажу о примере, какую именно задачу мы решали. Давайте представим некий marketplace, либо CPA landing. То есть, как и все в наше время, оно должно работать быстро. Поэтому, собственно, Go. Изначально это было C, дальше речь идет о Go. Кроме того, что это landing, это еще и marketplace. То есть, там может быть несколько предложений. Если пользователю не понравилось первое предложение, он может выбрать что-то из следующих предложений. И поскольку это CPA landing, главное, на что мы ориентируемся, это целевое действие. Целевое действие – это может быть переход посылки, звонок, отправка заявки. Помимо, еще важно, чтобы клиент ушел удовлетворенный, в принципе, чтобы заказчик был доволен, чтобы была совершена покупка. Это касается таких моментов, что не стоит показывать предложение, когда товара нет на складе, либо показывать предложение в нерабочие часы компании. От чего мы отталкиваемся? То есть, у нас есть данные landing, где все данные зависят от запроса. Мы не можем их преподготовить. Нам надо их генерировать в момент получения запроса. Что я имею в виду? К примеру, мы ориентируемся от геолокации. Нам нужно показывать разные предложения для Москвы, разные для Питера. Помимо этого, мы можем показывать предложения в соседних городах, если мы не нашли предложения в городе, на который выполнил запрос. В случае, если из запроса мы не смогли получить город, в котором нужно предоставить предложение, мы работаем с IP-адресом и по нему пытаемся определить геолокацию. И ваше любимое всплывающее окошко вы находитесь в Москве? Да, нет, не знаю. Также источник запроса. Мы можем настраивать лендинги, чтобы на разные источники они делали разные акценты, разные предложения. Время запроса. Как я говорил раньше, нет смысла показывать те предложения, которые не актуальны. Нужно стараться показывать те компании, которые работают именно сейчас и смогут обработать ваш звонок. Повторные запросы. Если клиент пришел, увидел несколько предложений, отошел подумать, погулять с собакой, вернулся и решил заказать. Обновил страницу, у него уже новые предложения. Он не увидел то, что ожидал увидеть. С этим нужно тоже бороться, но мы не можем показывать неактуальные предложения и мы должны обновлять данные. То есть, если за это время у компании поменялся рабочий телефон, мы обязаны его обновить. Поэтому все это приводит нас к тому, что все это должно работать быстро. Любые изменения должны сразу применяться к рекламным предложениям. Помимо этого, у нас есть отдел машинного обучения, который нам предоставляет данные, на основании которых мы проводим автоматическое B-тестирование. К примеру, мы можем варьировать количество предложений на странице, мы можем менять цвета кнопок, призывы к действию и банально компоновку на лендинге. И мы не хотим, чтобы у нас были лишние запросы. Чтобы не было, пользователь пришел на страницу, он смотрит на красивую плашку, которая крутится, и говорит, ждите, сейчас мы найдем лучшее предложение. Нет, сразу в момент запроса должна быть вся информация, она уже вшита в HTML-код, и мы готовы показывать предложение. И все это управляется из другого сервиса. К сожалению, либо к радости, наш основной сервис написан на PHP Symphony, и нам нужна какая-то шина для общения с ним. Есть красивая картинка, я одолжил ее из книжки Мартина Клепмана. В ней можно разобраться, почитайте, очень интересно. Мы об этой картинке узнали уже после того, как все сделали, поэтому я попытаюсь рассказать чуть более проще. У нас есть пользователи, которые начинают вбивать информацию о компании, они долго думают, сомневаются, потом все, настало это время, давайте продвигаться. Жмут кнопочку, начинается проверка баланса, другие проверки. В конце концов транзакции заканчиваются, и данные фиксируются в базе данных. После того, как данные зафиксированы, с ними в теории можно работать. Мы можем делать запросы к базе данных и их показывать. Но учитывая, сколько критериев, которые влияют на то, что мы покажем, нам нужно делать очень много запросов к базе данных, это медленно. У современных баз данных есть такая вещь, как бинлок. Это лог запросов. Самыми простыми словами, это набор запросов, которые вы можете повторить, и в этом случае вы получите копию исходной базы данных. Это используется прежде всего в системах реплицирования. То есть это хорошо горизонтально масштабируется, и с этим хорошо работает. Так, давайте заставим базу думать, что у нее появилась еще одна репликация. Но вместо репликации мы ей скормим сервис на Go. А поскольку речь идет о нагрузках, мы ей скормим много сервисов на Go. Они все притворятся слэвами и будут работать с этими данными. Мы взяли готовую библиотеку. На ее основании мы сделали MVP. Оно заработало. Оно заработало неплохо. Мы поняли, что все, с этим можно что-то делать, и понеслось. Прежде всего в бинлоке нужен RAW формат. RAW формат – это формат, в котором хранятся не запросы, а хранятся сами данные. Это важно, поскольку в этом случае Гошке не нужно ничего знать об SQL-запросах. Она работает с самими данными. Также из этого получается кейс. Представим, что у нас в каком-то случае в кэше поменялись данные, и конкретно поменялся ключ. Нам нужно удалить старый ключ, нам нужно найти новый ключ. Это сложно. У нас есть исходные измененные данные. Мы можем по исходным найти и удалить старый ключ. По новым данным добавить данные по новому ключу. И самое приятное, все данные в этом журнале оказываются только после транзакции. То есть все, что оказалось в этом журнале, с этим можно работать. Это не откатится, и это можно показывать. Что мы сделали сами? Мы сделали обертку для бинлога. Данная обертка позволяет парсить строку, которая приходит в нашем случае из MySQL бинлога, и сразу в Гошную структуру. Она базируется на обычных Гошных аннотациях, но для совместимости мы используем гормовские аннотации. Единственное, что нам нужно помимо гормовских аннотаций для парсинга, это табличка, чтобы можно было понимать, как нам мапить структуру с данными в базе. Также она автоматически десерилизует данные из JSON. Это, опять же, лишает головной боли, если данные хранятся в виде сериализованной строки и позволяют сразу в Гошном коде работать с этой структурой. И она работает с мультиинсертами и мультиапдейтами. Изначально было взято за предположение то, что мультиинсерт и мультиапдейт будут приходить как набор данных. То есть на каждый апдейт придет по одной записи в бинлог. Это не так. Приходит одна запись с набором данных. Их надо перебирать. Соответственно, на примере видно то, что мы находим по названию таблички какую структуру. Создаем эту структуру и эту структуру гидрируем данными. На основе E это у нас сами данные из бинлога. И E это у нас инкрементный счетчик, который позволяет нам разбирать мультиинсерты. В нашем случае мы будем брать каждую запись для инсерта и каждую вторую для апдейта. После этого мы сохраняем данные в кэш. Мы используем собственный кэш, но в целом данные можно перекладывать в любой кэш, который вам нужен. Нюансы. То есть, прежде всего, хотелось бы вам пожаловаться. В библиотеке используется канал. Он не имеет никакого общения к гошному ченнел. И это путает при общении со специалистами. Мы им всегда объясняем, что нет, мы не о гошных каналах. У нас свои каналы. Следующий нюанс это enum.eset. Представим, что у нас есть SQL табличка. И у этой таблички есть поле enum, которое это типичное поле для soft delete. Оно может принимать статус active либо deleted. Нам по бинлогу приходит запись. Я ее упростил. В данном кейсе она выглядит, как обычный JSON. Нам нужно ее распарсить. Нам пришел статус 1. Что это такое? У нас есть вспомогательное поле, которое позволяет нам понять, что это enum, что он может принимать такие-то значения. Все программисты привыкли, что отчет начинается с нуля. Но у данной библиотеки, у MySQL свое представление, поэтому первое значение это все-таки active. Об этом нужно не забывать и просто с этим смириться. Другие нюансы и подводные камни это то, что бинлог может уснуть. Мы столкнулись с этим на выходных, когда разработка ушла на выходные, тестировщики ушли на выходные, наш стенд никто не посещал. И вернувшись в понедельник, мы увидели то, что ничего не работает. Начали разбираться, бинлог уснул. Как с этим можно бороться? Можно сделать что-то из самого сервиса. В этом случае из демона можно убить коннект, создать новый, либо перезагрузить сам сервис. Я предлагаю чуть другой вариант. Он также подходит в случае, если вы работаете с репликациями, чтобы они не залипали. Это использовать MySQL trigger, который будет каждую минуту в определенную табличку обновлять значение таймстампа. Чуть дальше нам это еще понадобится для мониторинга. Следующая проблема это то, что остается коннект при выключении сервиса. С этим можно жить. И на самом деле мы не смогли это победить. Мы взяли за предположение о том, что выключение сервиса это плановое мероприятие и коннект можно добить вручную. ForeignKey. Это общее и для работы с парсингом бинлога, и для работы с репликациями. Даже если вам не нужны данные из таблички, на которую ведет внешний ключ, она все равно должна быть прокинута в репликацию, иначе вся эта система будет долго корчиться в агонии. По поводу кодировки. Изначально хотелось рассказать про работу с кодировкой, но она решается программно. Тут другой момент, то что если вы по какой-то причине делаете альтеры с кодировкой в табличках, это очень дорогая операция для бинлога, и она генерирует колоссальное количество записей. После этого даже Гошка может не успевать ее обрабатывать. С этим нужно быть осторожным. И библиотека читает все таблицы. С этим вы скорее всего уже не столкнетесь, потому что мы столкнулись с этим полгода назад. Возможно, это уже поправили, но нам пришлось вручную отсеивать только те данные, которые нам нужны для работы. По поводу старта работы. В целом можно читать бинлог с самого начала жизни сервиса, но за несколько лет это могут быть колоссальные объемы данных, и вы будете очень долго их парсить. Мы используем смешанный подход. Это мы изначально считываем позицию бинлога, которые актуальны на текущий момент. После этого делаем инициализацию кэша при помощи SQL-запросов. Мы заполняем весь кэш актуальными данными, и только после этого начинаем обрабатывать бинлог. Есть некое повторное добавление данных, но зато все, что изменилось в системе за момент инициализации кэша, добавляется в нее. По поводу мониторинга и тестирования. Из всей этой красивой JSON-схемки нас интересуют три поля. Это hardbit, бинлог позицион и бинлог файл. Бинлог файл нам не пригодился для дебага, но пусть будет, мало ли когда-нибудь пригодится. Ключевые значения это hardbit. Hardbit это значение, генерируемое SQL-триггером. Этот триггер каждую минуту обновляет его. Если оно обновляется каждую минуту, все хорошо. Если оно не обновляется, нужно разбираться. Бинлог позицион это инкрементальный счетчик, который должен расти при добавлении новой записи. Соответственно, если по какой-то причине hardbit начинает отставать, а бинлог позицион продолжает увеличиваться, значит мы не успеваем разгребать данные, и нам нужно с этим что-то сделать. Если по каким-то причинам у нас на месте висит и hardbit, и бинлог позицион, то все плохо, нужно разбираться. По поводу тестирования. Поскольку мы храним все данные в своем кэше, нам нужно как-то проверять то, что данные внутри этого кэша соответствуют тому, что лежит в базе данных. У нас есть внешний сервис, который работает с огромным SQL-ником. он показывает то, что мог бы показать наш гошный демон. И на основе этих данных мы проверяем, что демон показал хоть что-то из того, что он мог показать, и не показал ничего из того, что он не мог показать ни при каких обстоятельствах. Что нам это дает? У нас получается то, что все, что мы считали из бинлога, попало внутрь гошного демона. Идет работа через память. Это очень быстро. Нет работы с жестким диском. И получается то, что единственное узкое место – это работа с базой данных. В случае, если база данных при каких-то обстоятельствах умерла, либо зависла, с одной стороны, все должно сломаться. Но поскольку у нас все данные внутри памяти, для пользователя это продолжит работать. Мы никак не завязаны на основной логике PHP-шного сервиса. Вся логика по обновлению завязана только на базе данных. Мы никак не зависим от переименовки полей в таблицах, если, конечно же, мы с ним не работаем. И не зависим от шины, которая как-то настраивается из PHP. То есть для PHP работать с базой данных – это тривиальная вещь. Нет никаких запросов в базе данных. Это к вопросу о быстроте. Соответственно, запрос в базе данных… Много кто из докладчиков сегодня говорил, что это узкое место. В нашем случае они есть только при инициализации. После этого во время работы нет больше никаких запросов. Но главный плюс – нам не пришлось внедрять новые технологии. То есть все, что мы сделали, базируется на технологии репликации. Это уже было оттестировано нашими админами. Это было настроено. Мы умели это готовить. И на основании данной методики мы просто внедрили новые сервисы. Я думаю, у меня все. Вопрос? Спасибо за доклад. Я хотел узнать, как вы решаете проблему с альтерами, которые изменяют всю таблицу, например, как это переносится в Go-приложение. Что именно конкретно изменяет? Если вопрос кодировок, то это опасно. То есть это будет медленно разгребаться, это будет именно объем. Если альтер добавляет какое-то поле, это вообще никак на это не влияет. Хорошо. И если, например, у вас несколько инстансов базы данных запущено, получается у вас на каждый инстанс отдельное Go-приложение читает его бинлоги? У нас ориентировка на то, что у нас на одну репликацию базы повешен один Go-шный сервис. На самом деле связка Go-шных сервисов, которые работают с ней. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Меня вот интересует больше, какие вы структуры данных использовали в данном проекте. И если были какие-то интересные, могли бы вы немножко о них рассказать? Спасибо. Что вы имеете под структурами данных? Типа префикс на деревья, там еще что-то. Нет, нам не приходилось. То есть основная идея того, о чем я рассказал, это мы берем и считываем данные из базы в реальном времени и мы их складируем сразу в Go-шные структуры, которые храним в памяти. То есть у нас работа с этими структурами идет через внутренний кэш. Чаще всего это просто цепочка вызовов из серии получить все компании-юзеры, в них получить там все активные предложения и так далее. У нас кэш так спроектирован, то, что вот данные в него сложились, они знают, как это потом распутывать и не требуется дополнительно потом как-то разгребать. Я сейчас затрудняюсь на это ответить. Нет, это меньше объем, чем десятка. Намного меньше. Добрый день. Вопрос такой, какую задачу вы решали? Мы решали задачу то, что мы хотели получить демона, который работает без запроса в базе данных, то есть у нас при увеличении нагрузки не увеличилась нагрузка на базу. Это был один демон или вы в этот функционал встроили в каждый из своих сервисов? У вас это стало какой-то библиотекой, которую вы подключили ко всем сервисам? У нас был некий сишный демон. Он сейчас разбит на два гошных сервиса. И как бы вот каждый из этих гошных сервисов базируется на вот этой технологии. Вопрос, а почему вы просто не кэшировали базу данных? Кэшировать весь объем базы данных это очень, наверное, долго. Но в принципе можно было… Насколько я понял, по вашему докладу вам не нужен весь объем базы данных, вы читаете не все таблицы? Нет, не все. Хороший вопрос, я подумаю над ним. Спасибо. Спасибо за доклад. Хотел уточнить вот по поводу того, как вы используете binlog. Ну, как бы мне это несколько напоминает то, что как будто вы делаете event sourcing. И, ну, в принципе, там каноническим способом является хранение ивентов, ну, тоже в каком-то сторидже, да, то есть если мы говорим там о CQRS, например. Здесь вот чем было бы условлено то, что вы все-таки вычитываете binlog, то, что вам нужно, ну, минимизировать, то есть не гонять данные, то есть все это, чтобы, грубо говоря, находилось в одном месте, либо какие-то другие причины были. Ну, прежде всего binlog это, как я уже сказал, у нас это было отработано на репликациях, то есть мы знали, как это работает, как это готовить, как это настраивать, что мы уверены то, что это будет доезжать до сервера за минимальное возможное время, а разбирательство в новых технологиях имело риск совершить ошибку. Ну, то есть фактически вы используете как бы репликацию, которая является частью механизмов баз данных, да, то есть не пишете какую-то свою реализацию. То есть это готовый механизм, представляемый MySQL. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что вы постарались максимально отказаться от базы данных, да, потому что она как бы на себя очень сильно тянет, да, я здесь, очень сильно на себя тянет задержку, получается, ответа. А как вы тогда решали вопрос с сетевым взаимодействием, то есть какой вы сетевой протокол использовали для того, чтобы, ну, со стороны сети сократить задержку ответа до пользователя? У нас получилось то, что мы уже выиграли такое количество на том, что у нас нет совершенно запроса к базе данных, что мы были рады своим трем миллисекундам и не стали дальше копать. Скажите, сколько у вас всего таблиц и сколько вы использовали в Go? На самом деле в Go использую, всего затрудняюсь ответить, но я думаю, что около сотни в Go используется порядка десяти. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Такой вопрос. А вот можете как-то оценить, насколько производительнее стала обработка бинлога по сравнению с запросами к базе данных? У нас не было. То есть это была реализация, ее можно было сравнивать с сишным демоном, но в принципе сишный демон базировался тоже на обработке бинлога и в этом кейсе у нас нет примера, сколько бы это занимало при работе с базой данных. К примеру, тот же SQL-ник, с которым мы это все проверяем, он отрабатывает что-то в районе 14 миллисекунд. Такой вопрос еще. Я так понимаю, то есть у вас таблички некоторые, которые вы используете из бинлога, они у вас полностью загружаются в память? Не совсем полностью. В памяти они хранятся с учетом софт-делета, то есть если с точки зрения базы он помечен как удаленный, в кэше он будет удален. А есть какие-то проблемы с объемами памяти, есть какой-то контроль, чтобы не вылазить какие-то там лимиты, я не знаю, что такое? Мы пока не упираемся по памяти среди активных предложений, но в случае, если будет расти нагрузка, мы можем делить, то есть я вам рассказывал о примере, сейчас вот этот гошный сервис обрабатывает все лендинги такого плана. Мы можем на каждый лендинг поднимать отдельный сервис, который будет работать только с данными для этого лендинга. Спасибо. Спасибо большое за доклад. Если я правильно понимаю, вы учитывали опыт своих коллег при разработке этого сервиса, которые написали липслейф. Что-то вы новое в него принесли, потому что, насколько я помню, липслейф раньше не мог с иными работать. Последний момент, может, повторить. Что-то новое вы принесли в свою реализацию на Go, то, что не умело липслейф носить? У нас не было доступа к самому стишному коду, либо нам не хотелось разбираться в нем. Мы базировались, просто вот нам сказали, что так можно делать, так это работает. Мы начали исследовать этот вопрос, как это сделать на Go, взяли, как я сказал, готовую библиотеку и уже на дне делали какие-то надстройки. То есть опыт коллег вы не принимали? Это не получалось. У нас коллеги были очень заняты. Как я сказал, одна из причин, почему мы начали переходить на Go, это то, что мы были завязаны на стишной разработке и от этого нам нужно было уходить. Спасибо. Добрый день, спасибо за доклад. А такой вопрос, как я понял, у каждого инстанса свой кэш. Сталкивались ли с проблемой расхождения кэша между инстансами? А в каком данная проблема могла бы возникнуть, если бы пользователь, к примеру, попадал на разные инстансы, но у нас это за счет джинкса пользователи будут стараться попасть. Если инстанс корректно работает, пользователь будет попадать на один и тот же инстант и он не увидит это расхождение данных, даже если по каким-то обстоятельствам оно произойдет. Понял, спасибо. А еще пара вопросов по вашему сервису. Сколько времени занимает холодный запуск? Меньше минуты. Вы же говорили, что у вас очень большая база, примерно объем базы в гигабайтах. Я не владею объемом базы в гигабайтах и не хочу вас обманывать. Понятно. И второй вопрос, как вы это дело резервируете в случае падения? Хотя, если у вас запуска меньше минуты, это не сильно важно. В случае падения у нас поднится сразу несколько инстансов, то есть в случае падения все запросы просто уйдут на другой сервер. Спасибо. Спасибо за доклад. Просто чтобы понять масштаб бедствия, сколько один инстанс у вас обрабатывает обновление базы в секунду и сколько там это мегабайтах в секунду. Это сложно ответить, потому что огромное количество данных он просто отбрасывает. То есть мы работаем в Гошных демонах, ну, к примеру, там с 10-5% базы. То есть все остальное мы просто отбрасываем как ненужные нам данные. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok